Трям подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня у нас будет необычная тема для моего канала, просто необычная тема, хотя Кера узнает о том, что все связано с алкоголем. С алкоголем у меня уже было, но перед этим скажите мне, пожалуйста, нахрена вот эта вот штука нужна? Типа, ну я скрипила, окей, но для чего ее используют? Кто вот, кто собирает их, вот скажите, пожалуйста, в комментариях напишите, зачем вот эта фигня нужна, потому что у меня теперь есть две штуки, и я не знаю, что с ними делать. Короче, в магазине я нашла очень интересные вещи, начиная вот от Балтики авторского решения и, ну, не то, что заканчивая, да, но просто то, что меня заинтересовало, это джин Wiping Nail со вкусом ежевики, и понимаете ли, тут написано handcrafted джин, то есть джин ручного изготовления. Он более-менее, ну, как более-менее натуральный, насколько это может быть натуральный продукт, который продается на всяких там пятерочках и пивных магазинах. И упомянув это, прежде всего я хочу сказать, что сейчас я лекарства не принимаю, потому что, ну, вот так вот вышло, я их не хочу сейчас принимать. Алкоголем невозможно вылечить депрессию. Я, ну, через пару дней снова начну принимать лекарства, когда весь алкоголь у меня из крови будет, чтобы не смешивать, потому что смешивать очень опасно. Вот. И вернусь к своему стандартному графику приема лекарств и безалкогольной диете. Вот. Сейчас можно. Сейчас я отдыхаю, развеиваюсь, в общем, да. А еще, ребят, я надеюсь, что вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на канал, потому что, во-первых, у меня есть множество интересных видео, ну, по крайней мере, я так думаю, потому что... А что бы нет, да? У меня есть чайные истории, которые вы можете послушать, если вы там в одиночестве пьете или вам нечего делать, вы можете послушать чайные истории, там, может быть, что-нибудь интересное для вас будет. А еще, а еще, я скоро выложу видос. Ну, конечно, вы на это, как бы, можете повлиять. Как бы, выложу ли я это быстрее или это останется в долгом ящике. Как мне набивали вот эту вот татуху. Это было очень-очень больно и очень-очень долго. Это было даже не один сеанс, там, по 7 часов, по-моему, мне и били. Так что давайте скорее подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно пишите комментарии, потому что это, как бы, мотивирует. Правда. Начнем мы с пива. Пиво сварено по рецепту ДВ Афонина. Если это не какой-нибудь митрополит, очень странно. Можно оставить свое сообщение. Прикиньте, вот оставить сообщение на бутылке пива. Это вот мне надо в магаз прийти, да, с маркером. И написать. Или допить бутылку и выкинуть ее, оставив свое сообщение здесь, да, типа, не сорите. Или бомжам привет, бомжур. Или, что, я не знаю, там, в холодильнике, когда ты с кем-то живешь, да, чтобы твое пиво не выпили, написать. Мое пиво! Или на работе, я не знаю, кто на работе пиво пьет. Кто на работе пиво пьет, тоже пишите в комментариях, потому что, мало ли, вдруг, я не знаю, есть какая-нибудь такая суперработа, где можно пить пиво. Вот, на открыли. Мы понюхали, пахнет Балтикой. Ну, вы понимаете. Ничего не имею против Балтики. Иногда пью Балтику нулевку, потому что Балтика нулевка лучше, чем бомжами вот этот вот всякий. Давайте нальем. Вообще написано, что это нефильтрованный золотой эль. На вкус, как, ну, вообще-то нормальный пиво. Ну, типа, не ссанина какая-нибудь, не горчит, не кислит. Нормально. У меня чай такой же по цвету. Давайте сравним. Кстати, я на днях купила чай. Кертис, да? Ну, вот Кертис, видите, он немножко более золотой. То есть, я не буду шутить, ладно. Вот, я на днях купила чай, потому что там обещали маску для взрослых, знаете. Такой кружевый. Короче, эта маска подошла на мою коленку. Ну, никак не на меня. Она была такая маленькая, я не знаю, может, для кого она. Мы не об этом сейчас, мы опеем. По-моему, очень даже нормальная для Балтики. Особенно, где спирт чувствуется, по-моему, в девятке, да, спирт чувствуется? Кто фанат Балтики? Напишите мне, какой из Балтик чувствуется спирт. Потому что, по-моему, в девятке. Потому что я обычно беру семерку. Ну, как обычно? Ну, когда разрешаю себе отойти от графика приема лекарства, беру себе семерку, и она, типа, более-менее. Ну, нормальная такая. Вот, а в девятке, там прям спиртом тащат неимоверно. Короче, это, на мой взгляд, даже лучше, чем семерка. Она более мягкая какая-то. Не знаю, правда, напьюсь ли я с нее или нет. Меня очень сложно говорить. Потому что, мне кажется, я сейчас вообще с чего угодно напьюсь. Пить я ее всю, конечно же, не буду сейчас. Когда видео закончится, тогда я выпью. Сейчас я хочу вам... Как вам показать? Мне вообще... Вообще я вот эту вот штуку взяла. Потому что она ежевичная. Потому что она синенькая. Я очень люблю синенький. Такой голубенький, красивенький. Видите, как красава. Кстати, тут крышечка под дерево сделана. Блин! Я хочу эту бутылку с собой вести. С собой, в мирной. В мирной. Где тысячи галактик и планет. Где нар*** писали, говорят тебе нет. А девушки нет. Где каждый день ты покупаешь счастливый лотерейный билет. И по утрам ешь омлет. Все говорят тебе привет. И у тебя багет. И на тупыри запрет. Надяюсь, никакой бомжара не трогалась бы. Шла в пятер, заразилась спидом. Ужасно. У меня тут на днях друг в инстаче выставил тест на ВИЧ. Отрицательный. Теперь мне интересно, вот почему он там тираду выдвинул. На том, что каждый год вообще проверяет. Видимо, кто-то там что-то сделал. Короче, смотрите. Во-первых, посмотрите на этот чудесный дизайн. Посмотрите на эту крышку. Вот эту великолепную крышку. Видите? Она, походу, деревянная. Сама баночка, видите, она потеет. Она потеет от желания быть выпитой. Потому что такое количество джина выпьют даже школьницы. Пьяные у меня, которые на юбках бегают. Чем не на юбках? Ну, вообще, совсем не болеет ничего. Ужимите, это много режима. Ну, я против насилия. Посмотрите на эту пробку. Она деревянная, с пробкой. Очень классное оформление. Понюхайте. Посмотрите. Этот джин прозрачен, как слеза девственницы. Будешь пробовать? Знаете, довольно вкусно. Я чувствую здесь нотки еловой настойки. То есть, что-то, знаете, такое, да, елово-сосновое. Возможно, настаивалось на шишках. Немножко ежевичного ароматизатора. И немножко сладкий. Чуть-чуть. Довольно приятный. Запах вообще не резкий. Надеюсь, что это не просто приспособление. У меня такая штука. Так, знаете, я в карантин очень, ну, ушла в запой. Если так можно сказать. И я не болела. А вот как только... Да ладно, я не буду пропагандировать это. Ну, типа, это так, это я шучу. Что ж, если вы хотите, ну, как бы попробовать что-нибудь новое, и у вас в пятерочке есть такой джин, и вы можете смело его брать. Я думаю, и остальные два вида, там, два вида вроде этого, я не помню. Розовый и прозрачный просто. Ну, как вы видите, подкрашена только бутылка. Стоит они демократично. Хотя, может быть, за такую бутылку это и дорого. Но для такого джина, в принципе, нормально. То есть, он не резкий. Вы не будете, как бы, отплевываться от того, что вы его выпили. Ну, если хотите в приятной компании побеседовать, что-нибудь посмотреть. Ну, компания приятная, это не всегда, когда ты с кем-то. Иногда ты с собой в одиночке. Это уже получаешься в приятной компании. Можете смело его брать. Ну, пиво тоже. Оно, видимо, не знаю, либо оно пока новое, потому что в Москве я его не видела. А новое пиво, когда оно появляется, оно всегда хорошее. То есть, если вы видите какое-то новое пиво, вы можете его смело брать, потому что в большинстве случаев процентов 70-80 оно будет хорошее. Потом уже через пару месяцев, может быть, год, в большинстве случаев они не портятся. Возьмите что-нибудь себе тоже закусите. Например, вот я нашла чипсики. Вот такие. Кисадилья с соусом сальса. Там ещё была курица с терияки с соусом. Вообще-то неплохо, но думаю, надо было бы брать курицу, потому что соус терияки я как-то люблю больше. Если у вас есть какие-то идеи для видосов, вы опять же можете написать об этом в комментариях. Просмотрите видео, если... Ладно, я не буду говорить о возрасте. Короче, если вы хотите сварить вино из одуванчиков, буквально из того, что есть у вас под ногами, да, вы можете как бы нажать на ссылочку, да, я тут отставлю либо подсказку, либо просто сразу переход на это видео будет. Короче, вино из одуванчиков. Просто посмотрите, как оно готовится. Результат изумительный. Можно ещё варенье сделать. Вот. Там, кстати, по-моему, об этом говорится. Всем спасибо за просмотр и всем пока!